Добрый вечер, уважаемые трейдеры, компания Markets. Продолжаем наши еженедельные выпуски по моей торговой стратегии, по техническому анализу, стратегии Scalping Intraday по зеркальным уровням. Досмотрите видео до конца, в конце покажу свои сделки, ну а также мое видео будет коротким, практичным, так что много времени у вас не займет. Так, к делу. Значит, смотрим сначала календарь экономических новостей. И, что мы видим? Сегодня у нас из важных новостей выступление президента ЕЦБ Лагард, 21 по ЕКБ. И выступление председателя банка Англии Бейли, 22 часа. Ну, соответственно, эти отметочки себе делаем, чтобы в это время быть внимательным. Переходим в терминал. Значит, что касается анализа. Сделаем анализ нескольких валютных пар. Как обычно, начинаем со старших таймфреймов. Вот у нас британский фунт стерлингов. Смотрим на H4 и выявляем уровни поддержки и сопротивления. Ну, вот я сразу хочу перейти на H1 уже, потому что, в принципе, тут надо смотреть поближе. Вот так я вижу уровень поддержки. Очень хорошо, если сюда цена пойдет, будем около него работать. И вот этот уровень можно уже продлить. Здесь у нас тоже есть ограничение верхнее. Очень люблю, когда вот такие формируются треугольники. Всегда очень хорошо в них работать. Кстати говоря, вот мой прогноз был до этого. Он отработал себя вот в таком виде. То есть вот, по сути, куда он ушел. То есть пробитие было в этой зоне. И очень хорошо себя отработал. Да, то есть вот у нас вот в этом месте хорошо себя отработал именно зеркальный уровень. Напоминаю, что зеркальные уровни я чаще всего рассматриваю. Очень их люблю. Поэтому на них и нацеливаемся. Переближаемся к M15 и M5. Все, вот можно себе наметить. У нас здесь хороший уровень такой поддержки сформировался. Прямо нисходящий треугольник какой-то. В ближайшее время, если мы пробьем, пробьем, будем возвращаться. Можно ориентироваться вот на эти зоны. Можно еще вот такой сделать. Это не очень хороший. Слишком крутой, да? Вот если у нас слишком крутой уровень, то он плохо работает. Можно вот так вот сделать. Либо сюда пробьем, то же самое будет, либо сюда пробьем вниз, то же самое будет. Ну и, конечно же, будем опираться на более мощный уровень. Этот, этот. Либо мы от них отбиваемся, либо после того, как пробиваем, делаем зеркальный отбой. Очень хорошая формация. Я думаю, здесь будет несколько сделочек. Смотрим дальше. Евро, фонд. Аж 4. Тут у нас уже некоторые уровни были отработаны. Здесь с уровнями посложнее. Что у нас здесь есть? Здесь у нас есть вот этот уровень глобальный. Относительно глобальный, да, М30. Для скальпинга, скажем так, это достаточно глобальный уровень. Ну, кстати, вот о скальпинге хотел пару слов сказать. То есть, что важно вообще для скальпинга. То есть, если вы занимаетесь краткосрочными сделками, да, скальпингом, то очень важно, конечно, выбор брокера. То есть, это важно, чтобы, первое, это брокер не ограничивал сделки по времени, да, есть такие еще встречаются, когда нельзя закрывать сделку менее чем через сколько-то минут. Вот. Второе, это ограничение на установку take-profit, менее определенного количества пунктов. Такое бывает. Вот. Затем низкие спреды, естественно, и низкие комиссии. Вот. И торговля на новостях. Не все брокеры приветствуют. Вот. У iMarkets, соответственно, все вот эти пункты перечисленные, они присутствуют. И торговля на новостях приветствуется. Поэтому выбор брокера – это важно. Советую вам это учитывать. Ну, дальше идем. У нас еврофунт. Соответственно, здесь пока что можно сделать только если вот такой уровень. Он достаточно крутой. Но, пускай будет, можем на него ориентироваться. Больше я пока здесь уровней каких-то значимых не стал бы ставить. Вот есть такой горизонтальный, да, вот с этими проторговками. Бывают еще вот эти зоны проторговки, да, они, скажем так, влияют. Можно на нее ориентироваться. Если вот здесь подтвердится этот уровень, да, еще раз, как уровень поддержки, то потом можем рассматривать его как уровень сопротивления после пробития. Вот. Все по нему. Дальше канадец. Что у нас тут? Аж 4. Ну, здесь прямо видно, хороший у нас уровень сопротивления идет такой. То есть он немножко сужающийся, но, тем не менее, да, уже себя отработал немного. Есть еще вот такой. То есть, несмотря на то, что он сужается, вот эти уровни старые, они все равно еще имеют место быть. То есть по ним еще можно работать вполне. То есть вот он сейчас этот уровень пробьет у нас, то он может здесь застопориться. Вот. Дальше, если подтверждается восходящий тренд, отрабатываем зеркальный уровень по возврату после пробоя. Вот. Ну, эти уровни уже у нас ни к чему. Здесь такая локальная консолидация образовывается. Возможно рассмотреть вот такой вот уровень. Ну, вот. Пока что в рамках этого треугольника. Если пробиваем, то здесь тоже у нас будет зона зеркального уровня. Вот. Идем дальше. Доллар-франк. По доллару-франку ситуация. Верхний уровень еще не отрабатывался. Вот этот вот, можно сказать, уже отработался. Вот. Бывает такая ситуация. Интересно, что вот посмотрим, да, вот. Вот этот вот уровень, да, любой уровень у нас, надо понимать, что это зона, а не уровень. То есть это вот, ну, примерно вот так можно и рисовать. Если бы у нас были такие толстые линии, можно было бы вот так и не рисовать. И поэтому, конечно, вот цена здесь немного не дошла, да, вот до этого основного уровня. Бывает такое, когда цена немножко не доходит, потом возвращается и идет второй раз, бывает соблазн второй раз вот здесь вот войти, чтобы точно, как точно коснулся уровень. На самом деле это неправильно. Если у нас цена не дошла, но дала хорошую коррекцию, вот если маленькую коррекцию, то нормально. А если дала хорошую коррекцию, а здесь она хорошая, то это уже, я считаю, что цена отработала этот уровень. То есть она уже отбилась от него, даже не дойдя до него. Вот это надо обращать внимание, чтобы не допускать таких ошибок, да, что вот здесь вот не входить на покупку. Когда у нас цена пробивает уже. Вот теперь уже только нам подождать, пока она пробьет, вернется, и тогда можно здесь попробовать зеркальный уровень. Вот. Ну вот обращайте внимание на вот такие формации, да, и ищите хорошие входы в сделки. Вот здесь уровень поддержки у нас сформировался неплохой. Так вы обратите внимание. Ну и покажу пару парочек своих сделок. То есть вот по евро-доллару сегодня отработали хорошо. Здесь получилась какая ситуация. Ну, как пошел хорошо вниз. Здесь была нестандартная немножко ситуация. То есть вот у нас был уровень поддержки, который напрашивался быть зеркальным, да. Но дело в том, что когда цена опускалась вот здесь, она сформировала тоже минимум вот здесь. То есть это вот такие нюансы, которые как бы сразу не видно. Когда она сформировала этот минимум, она как бы показала, что здесь есть зона некая поддержки. Поэтому после этого я поставил вот так вот сюда уровень. И, соответственно, этот уровень, он уже влияет больше, чем вот этот. То есть он как предыдущий, да. Вот. То есть даже если мы не дошли до того, этот уровень тоже может и себе дать знать. Что и получилось. Цена возвращаясь, хорошо отработала его как зеркальный. Да, немножко расчесочка была, но тем не менее, скажем так, 50 с лишним пунктов мы взяли. Вот. И покажу еще сделочку по биткоину. Вот была. Биткоин сейчас очень хорошо разошелся. Вот. Советую к нему присмотреться. То есть здесь тоже на 15, это вот было 22 числа, здесь тоже был такой зеркальный уровень, не совсем идеальный, можно сказать. Но я его присмотрел себе. То есть было как? Вначале, почему говорю не совсем идеальный, потому что изначально, казалось бы, уровень надо рисовать вот так. Вот. По этим минимумам. Но, когда у нас сформировался вот здесь вот, в этой зоне новый уровень, скажем так, вершинка вот эта, да, вот я его уже стал рассматривать как зеркальный. То есть эти зеркальные уровни сами могут себя формировать. Вот он здесь себя сформировал. Я провел линию вот так. И в следующий раз, когда цена подходила к нему, вот я решил воспользоваться, почувствовал, что он будет зеркальный. Ну вот, такая вот сделочка тут небольшая, да. То есть определенное движение здесь небольшое, но в качестве эксперимента, да, то есть я взял. На самом деле, дальше он тоже еще раз отрабатывался, но я потом уже упустил внимание, другими занимался. И здесь вот с этой хорошей была тоже зона, вот от большого уровня, вот в этой зоне разворот был. Так что советую присмотреться к биткоину, он тоже хорошо себя сейчас начал отрабатывать, вот в техническом анализе по скальпингу. Вот. Так что вот такие вот дела. Все, желаю всем хорошей торговой недели, позитива, торгуйте с удовольствием, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok